Один из самых таких смешных православных праздников – день усекновения главы Иоанна Крестителя. Ну, во-первых, разумеется, никаким крестителем он не был, и назывался он совершенно по-другому. В переводе со всех языков он был скорее Иоанн-обмакивателем, Иоанном-мокрушником. Он принадлежал к радикальной фанатичной секте Исеев, к кумранской общине этой секте. Это крайне радикальный, жестчайший иудаизм. Вот отличительная черта Исеев. Они брали какую-нибудь даму, где-нибудь раздобывали даму Исеи на три месяца, и всей сектой ее нещадно, значит, три месяца жарили. Но если она не беременела, ее прогоняли обратно в пустыню. Еще Иоанн прославился тем, что он был первым энтомофагом. Да, то есть насекомоядным святым. Он прославился тем, что за один присес съедал пару килограммов саранчи. Смотрите, сами Евангелие от Луки, третью главу. Там написано, питался диким медом и акридами. Обычно теологи, попы, на вопрос о том, что такое акриды, смущенно замолкают. А акриды, это, собственно, и есть саранча. Это родительский таксон акриды. Он так и называется. И вот те годины бедствия, когда происходили большие налеты саранчи на Израиль, были для Иоанна самыми сытными. Вот не описывается способ поедания, но густота налетевших саранчковых туч, в принципе, позволяет просто бегать сквозь эти тучи, сквозь эти массы с открытым ртом, чем, вероятно, Иоанн и занимался. Затем, дальше еще интереснее, в этой древней еврейской сказке победительница танцевального конкурса Соломея показала такой офигительный тверк, то Ироду, который наблюдал, царю Ироду, который наблюдал за ее танцем, поплохело, и он был готов отдать ей все, что угодно. Она потребовала голову Иоанна, и ей ее предоставили. Но, вот тут дальше непонятно. Дело в том, что у Иоанна было голов 16 штук. 16. Это задокументировано. Именно такое количество голов Иоанна Крестителя сейчас находится и хранится в множестве церквей и монастырей мира. Отрезали ли ему все 16 или удовольствовались по договоренности с ним одной головой, не вполне ясно. Для приза за бальные танцы вполне было достаточно одной головы. А так действительно есть в палестинской деревне Себастия голова, затем католики топят и прославляют голову, что лежит в Сан-Сильвестра, во Франции, в соборе Амьенской Богоматери. Затем, конечно же, армяне. Конечно же, армяне не могли допустить, что у кого-то есть голова Иоанна Крестителя, а у них ее нет. И они где-то обзавелись, и она у них хранится в Гонзасарском монастыре. Как только голова появилась у армян, возмутились греки, у армян есть, у нас нет, но мы волшебным образом голову получили и греки, сейчас она хранится на Афоне. В общем, хватило этих голов на всех. Продолжение следует...